Японская мафия, якудза, те самые знаменитые якудза, они настолько слились и интегрировались с государством японским, что являются как бы параллельной властью. Узнать якудза можно по характерным татуировкам, а также некоторых из них по отсутствию одной-двух фаланг на мизинце или отсутствии одного-двух пальцев на кистях рук. Так они отрезают себе пальцы, когда виноваты перед своим кланом. Сенатор Исаков от Ихмао, по-моему, палец себе отрезать не стал. После того, как его дочь Диана, высказавшись против спецоперации, убежала в Грузию, он вместо этого решил отрезать пальцы другим. Он обрушился с резкой руганью и критикой на собирателей кедровых шишек и заявил, что у правоохранителей непаханное поле работы. По тюрьмам, мол, надо людей сажать больше. Что ж, но это интересует меня вот эта их возня, как и то, что господина Роизмана, слава богу, отпустили под домашний арест. Меня эта возня интересует куда меньше, чем то, что гробница Чингисхана, того самого легендарного Чингисхана, была найдена. И то, что противостояние Земли и Юпитера состоится ровно через месяц, 26 сентября. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. И хочу вам сказать, что было такое предсказание, и было серьезное предсказание, и не от одного провицателя, о том, что когда будет вскрыта гробница Чингисхана, великого Чингисхана, начнется последняя война. И семь месяцев тому назад в СМИ проскользнула новость о том, что гробница его, возможно, была найдена. Кем и как не сообщалось. После этого новость была подзатерта, и осталась лишь в таких вот бульварных изданиях парочки, и где-то на ютуб-каналах. И знаете, что я вам хочу сказать? Для меня лично эта гробница была найдена и открыта. Потому что шесть месяцев назад началась последняя война. Исследователи некоторые полагают, что тело Чингисхана после его смерти, которая тоже покрыта загадками и тайнами, было отнесено на Бурхан-Халдун. Это одна из вершин в Нагорье Хентей, близ Каракарума, тогдашней столицы чингизидов. Вот. И там он был спрятан где-то в пещере. Все, кто знал об этой тайне, кроме особо посвященных лиц, были убиты. Ну, особо посвященные всех и поубивали. Вот. И сами сгинули, и гробницу найти было потом невозможно. Однако другие исследователи полагают, что смотреть следовало бы в Забайкальском крае. В частности, упоминается река Анон. Мол, на дне этой реки и был закопан Чингисхан. И не просто закопан, а он был погружен в золотую ладью. И вместе с ладьей и несметными сокровищами он был зарыт. Для этого чингизиды даже русло реки на время поменяли, а потом пустили реку обратно. Эта версия кажется мне максимально правдоподобной, с учетом того, что китайские и корейские инженеры, строители, кто там, уже несколько заводов на юге под Байкалом поставили для того, чтобы пресную воду в Азию отправлять. Ну, к себе, в Китай. Вот так вот. Что ж, дорогие друзья, вчера я был поражен одним из комментариев под одним из моих видео, как дама написала, что я пришла к учителю, спросила, ну, как там с едой. Он сказал, нет, бесплатная еда теперь будет только для многодетных семей, сказал учитель. Вот. И дама сокрушается. Я мать-одиночка, и у меня один ребенок. И таких, как она, множество. А кого будет кормить бесплатно государство российское, спрашивается. Риторически задает вопрос дама, и отвечает сама. Азиатов. Они все многодетные. Дорогие друзья, не пройдет и одного поколения, даже при том раскладе, что Россия сохранится, это поколение, и русских людей просто не станет. Останутся немногочисленные кусочки русского народа, которые будут где-то, где-то таиться в деревнях, в резервациях. С нами и вами, дорогие друзья, с нами судьба обходится даже более жестоко, чем с американскими индейцами. Впрочем, какая же это судьба? Это масончики. Потрясающая новость, друзья, не менее важная, пожалуй, ну, не менее интересная, Камарик, чем новость о гробнице Чингисхана. Впрочем, это не новость, я просто это знаю. Так вот, Папа Римский, как его там, взял и заявил. Это было растиражировано СМИ Рафистана, и теперь это вот сейчас в топе новостей Яндекса. Так вот, Папа Римский заявил, что, в принципе, вот эта вот специальная военная операция, но я думаю, он все-таки сказал, война, была спровоцирована и вызвана действиями кого-то еще с Запада, НАТО. Вы представляете себе, Папа Римский высказался против НАТО. Я вначале даже обомлел, начал рыться, искать первоисточник, правда это или бушит, как говорят американцы. Нет, это оказалось правдой. Папа Римский оказался сторонником Путина и сторонником спецоперации. Привет, православные! Освещайте ракеты и прочее, и прочее, и прочее. Поклоняйтесь войне, в которой славянский мир будет дожран до конца, если это не остановить. И еще одна интересная деталь. Канцлер Германии Шольц и президент США Байден договорились совместно, что не будут поставлять в Украину оружие, которым можно будет нанести удар по России. Интересно, правда? То они одним ртом говорят, что Путин негодяй, какие-то санкции вводят грабительские, то они другим ртом, ртами. Этот змей огромный, многоголовый, это Медея Гаргона, ядовитейшая и ослепляющая. Другим ртом они поддерживают то, что имеет такое прескверное имя Путин. Как это интересно! Однако разгадки близятся, дорогие мои друзья, Ибо 26 сентября Юпитер вступит в противостояние с Землей. Великая планета Солнечной системы. Второе Солнце, так ее называют некоторые, и так полагаю, эту планету я. Юпитер – планета России. Юпитер – планета Водолея. Многое открытым станет к этому времени. Пять лет назад, 26-го, но не сентября, а мая, Меня сбила машина в 2017-м году. Тогда мне пробило шесть костей в своде основания черепа. Я видел облачный мир. Потом мой несостоявшийся убийца выплатил мне компенсацию какую-то. Там большая часть ушла на детей, на небольшую часть я себе купил недорогой телескоп. Тысяч за восемь или за девять, не помню. И тогда Юпитер приближался к Земле, и я изучал эту планету. Честно говоря, я вступил с ней в контакт. Или этот гигант вступил в контакт со мной. После этого вскоре было противостояние Земли и Марса. И после этого я начал вести Ютуб-канал. Что ж, надеюсь, мои усилия не пропадут в туне. Что ж, я бы хотел, чтобы как можно больше русских людей услышало это видео, увидело. Я хочу, чтобы мы с вами поняли главное. Дорогие мои друзья, не считайте наш народ выше других. Не превозносите один народ над другим. Не участвуйте в этом соревновании. Потому что, посмотрите, казалось бы, русский великий народ. Однако азиаты имеют крепкие семьи, имеют по нескольку детей. И их детей школы России будут кормить бесплатно. А наших с вами, деток, нет. Даже у матерей одиночек. Ну, ежу понятно, конечно, когда режим у тебя на Земле антинародный, антирусский. Ежу понятно. Но в чем же дело? Дело не только в режиме, понимаете. Потому что азиаты, они при самых кровавых адских режимах ухитрялись и ухитряются выживать. Дело в их целостности. Дело в том, что муж не пойдет пропивать зарплату. Он будет распоряжаться ее соответственностью для детей, для жены. А жена, она будет любить мужа. И не просто любить, она будет его почитать и уважать. Потакать его мужским слабостям. Я имею в виду не пьянку, бильярды и прочие бреды. А я имею в виду то, что она будет его хвалить, утешать, поддерживать. Мужчины только с виду сильные. На самом деле, мужчины слабее женщин. В этом и есть главная сила женщины. У нас мужчины предают женщин, а женщины продают и предают мужчин. Становясь в итоге глиной, на которой будут произрастать другие народы. Это взаимное предательство показывает, что мы с вами, дорогие друзья, так и не стали пока взрослым до конца народом. Более того, воспользовавшись нашей такой инфантильностью, они пришли с их разрушающей культурой, так называемой культурой, а говоря честно, адскими социокодами, изобретенными тысячи лет назад. И этими адовыми, сатанинскими социокодами они уничтожили практически полностью уже, да-да-да-да-да, мы на пороге уничтожения, всю белую расу. Еще парочка поколений. Я говорю не только о русских людях. В Бельгии белые люди уже в меньшинстве. В Бельгии, которая всего полвека назад была совершенно белой. Я не расист. Я реалист и прагматик. Нам необходима свобода, спасение от ига. Но, знаете, главное ига лежит внутри нас с вами. И добавлю, не зря, не зря они построили этот храм вооруженных сил, то бишь храм войны сатанинский. Прости, Господи, это мое мнение. В котором лежит как реликвия фуражка Адольфа Гитлера. Не зря они его построили. Либо знали, что их китайские хозяева, я не могу назвать их братьями или товарищами, что их китайские хозяева уже приступили к поискам гробницы Чингисхана. Водоинженерные, гидроинженерные, как это правильно называется, работы на реке Анон были проведены в срок. Естественно, широкой общественности об этом они сами сообщать не будут. Что ж, позволю себе сообщить я. Позволяю себе. Война идет. Третья мировая война. Весьма вероятно, последняя война человечества. То, что происходит сейчас, это только начало. Будут и грибы ядерных взрывов над городами. Будет много всего еще. Длиться это будет долго. Привыкайте. Берегите себя и своих близких, дорогие друзья. Действительно. Берегите своего любимого человека. Любовь это еще и ответственность. Поддерживайте друг друга. Любите, терпите, прощайте. Берегите себя и своих близких. И если у нас будет хотя бы тысячи крепких семей, из-за этих тысячи крепких семей вновь соткут наш прочнейший канат народа, сплетясь воедино. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И поддержите мой труд, друзья. Если вы решите это сделать, описание подскажет вам как. Также в описании вы увидите ссылки на два телеграм-канала и ссылку на второй ютуб-канал. Подпишитесь, пожалуйста. Желаю вам хорошего дня, долгих лет жизни и пробуждения. Желаю вам понимания. Руси, потери будут большие, Руси необходимо выйти из этой войны, из мировой войны, в которую нас затягивают все, включая даже Папу Римского. Понимаете? Вот этими своими словами, некоторой поддержкой он фактически оправдал то, что происходит сейчас. Христианское взаимоубийство. Вот так. Опять я сказал, это слово поразит. Вот. Живите, не бойтесь смерти, не бойтесь ничего. Превыше всего любите родину, людей своих близких. И себя. А главное, знайте, Бог и облачный мир есть. Они желают нам жизни. Какими бы мы противными иногда не были. Будьте добрее к тем, кто рядом с вами и к самим себе. В мире и любви скрыт секрет спасения и жизни. Понимаете? Линии на картах могут и будут меняться в разные стороны. Не обращайте на это внимания. Смотрите на себя и на своих близких, и на свой народ. И добавлю напоследок. Не верьте в эти лживые истории про демократию. Ну, какая у нас может быть демократия? Демократия приведет к новому Путину. Или к Байдену. Или к кому угодно. К очередному лжецу и прохиндею. Вроде Зеленского. Понимаете? Негодяя Зеленского. Который упивается славянской кровью. Азоханвей ходячий. Понимаете? Не верьте их словам. Любите. Любите и будьте любимы. Это, пожалуй, главное, что я могу вам сказать. И добавлю. России и народу Руси нужен царь. Царь. Не антицарь. Не лже кто-то там. А настоящий царь, который будет любить народ. И не отвечать на отчаяние народа кровавыми воскресениями, что было главной ошибкой Николая Второго. А будет выходить к людям, будет адресно помогать людям и будет любить людей и народ свой. Помогай нам всем Бог, братья и сестры. Вот так. Доброго денечка. Свободу Горинову. Свободу Горинову.